Ольга Громова В книге подробно описывается, как они жили до ареста папы, что помогает понять, из каких условий им пришлось уехать. И сама жизнь в ссылке. Первое время маме с Элей пришлось жить в недостроенном лагере. Их местом обитания был строящийся барак. В то время, как они приехали, все теплые места у стены, в углах были заняты. И маме с Элей пришлось вырывать себе некоторое углубление, в земле, для того, чтобы ночью не замерзнуть, чтобы каким-то образом спрятаться от ветра. После того, как лагерь был достроен, маму с Элей отправили на место ссылки. Им пришлось самим искать работу и жилье. Но так как это была поздняя осень, работа для мамы первое время не находилась. Они каждый день искали работу, меняя свои вещи, которые привезли с собой из Москвы, на еду. Ночевать приходилось, где придется. И вот в какой-то момент, когда не осталось вещей, когда силы были на исходе, мама заболела. И в этот момент помогла смелость и настойчивость самой Эли. Она не побоялась и пошла в деревню для того, чтобы найти помощь. Ей повезло. Она встретила добрых людей, которые согласились в тяжелых условиях принять ссыльных, потому что в то время за это тоже могли наказать. Причем семья оказалась очень крепкими крестьянами. У них было большое хозяйство. Они тяжело работали, но при этом у них все было в доме. В этом доме они прожили некоторое время, где мама смогла выздороветь или научиться чему-то делать, какой-то работе по хозяйству. Во время чтения я не переставала удивляться стойкости героев. Для нас, привыкших к современным условиям, невозможно представить такую жизнь. Она удивляет и заставляет ценить то, что мы имеем. В книге меня поразило, как женщины буквально из ничего шили детям и себе одежду, менялись обувью. Во время дефицита книг передавали книги от старших к младшим, в том числе учебники для школы во время Великой Отечественной войны. Несмотря на тяжелые жизненные испытания, мама Элли всегда поддерживала ее. По вечерам они пели, читали. Мама знала много языков. То есть, помимо русского, Элли хорошо знала немецкий и французский язык. И на примере стихов мама могла рассказать ей о том, как нужно относиться к испытаниям, которые доставляет порой всем нам жизнь. По признанию автора, те, кто читали эту книгу, не верят, что столько испытаний могло быть в жизни одного ребенка. Но все это правда. Проснувшись однажды утром, я увидела маму и няню, зашивающих животы моим плюшевым игрушкам, тигру и медведю. Мама сказала, что ночью была война между игрушками и мышиным королем. Тигренок и Мишка пострадали, вот они их и лечат. Война, видимо, была очень жестокая, потому что в большой комнате все книги и вещи вперемешку валялись на полу. «А где папа?» – спросила я. «Срочно уехал в Горький», – ответила мама. Видно, ей было очень горько, и этот город первым пришел ей на ум. В эту ночь с 13 на 14 февраля 1936 года арестовали и увезли папу. Мне шел тогда пятый год. Ольга Громова, «Сахарный ребенок», рекомендую.